Христос воскрес! Мои пробуя немножко не пасхальные, поэтому я хотел бы вместе с вами перенестись в историю, которая произошла совсем задолго до воскресения Христа. Но мы все знаем, что все, что написано в Библии, не зря, и все, что происходило в Ветхом Завете до рождения Христа, оно имеет, знаете, для нас такие образы, которые мы можем применять в нашу жизнь, которые мы должны применять даже в нашу жизнь. Мы прочитаем вместе с вами историю одного человека, который, наверное, навсегда остался в жизни каждого верующего или каждого христианина, потому что у каждого из нас есть ассоциация с этим человеком, и даже есть братья, которые называются именем этого человека, так сказать. Я хочу прочитать историю про Гедеона. Вы знаете, как-то нечасто слышишь историю или проповеди на эту тему, по крайней мере, я давно не слышал. И как-то я по плану читал Библию, и запала как-то мне эта история. Я начал думать, ну, что, как бы, что такого в ней особенного, или, может быть, что я могу взять для себя, и чем бы я мог бы поделиться, или, может быть, что бы я мог бы пережить, чтобы потом поделиться. Эта история написана в книге Судей, 6 глава. Книга Судей, 6 глава. Я буду выборочно читать некоторые стихи для экономии нашего времени, потому что мы все знаем эту историю, и некоторые даже очень, как бы, знают досконально некоторые факты, но я не буду обращать на это внимания. Мы сделаем некоторые выводы, сделаем некоторые выводы, которые мы можем, также за которые мы можем в конце помолиться перед началом нашего служения. Итак, книга Судей, 6 глава, с 1 стиха. Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадионитян на 7 лет. Тяжела была рука мадионитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадионитян ущелье в горах, и пещеры, и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадионитяне, и эмалекитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, истребляют произведения земли, да самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вала, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим, с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча, им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадионитян, и возобили сыны Израилевы к Господу. И когда возобили сыны Израилевы к Господу, нам мадионитян послал Господь пророка к сынам Израилевым, и сказал им, так говорит Господь, Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян, и из руки всех угнетавших вас прогнал их от вас, и дал вам землю их. И сказал вам, я Господь, Бог ваш, не чтите богово-морейских, в земле которой вы живете, но вы не послушали гласа моего. И пришел ангел Господень и сел в офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от мадионитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою муж сильный, и Деон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадионитян. Господь, возрев на него, сказал, иди с этой силою Твоею и спаси Израиля от руки мадионитян, я посылаю Тебя. Но Гедеон сказал ему, Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Монасийном самое бедное, и я в доме моего отца младший. И сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь мадионитян, как одного человека. До всего места. Друзья, знаете, обычно самое такое яркое событие, которое произошло в этой главе, это то, когда Гедеон просит подтверждения, да, когда он говорит, чтобы роса была на шерсти и так далее, и так далее. Некоторые говорят, что это хорошо, некоторые говорят, что это плохо. Я не буду об этом совсем говорить. Я хотел бы вместе с вами просто из вот этого отрывка, который мы прочитали, взять для себя некоторые уроки, которые приносят нам, как израильский народ, как сам Гедеон, так же, так само, как Бог, что он говорит Гедеону, и в дальнейшем, как поступает Гедеон, на основании чего и как он делает выбор своей жизни. Если мы обращаем внимание, в первых стихах написано, что сыны Израилевы стали опять делать злое предачами Господа. То есть мы видим, что израильский народ, что тот народ, который Бог ввел в свое время, который Бог показывал свои чудеса, он отступает от Бога, и он начинает вести неправильный образ жизни, да, так говоря. И мы видим, что они начинают кодить, они начинают поклоняться другим богам. И в дальнейшем мы также читаем, что из-за этого происшествия Бог посылает определенные ситуации в их жизни, которые обуславливаются трудностями. Трудности, которые появляются в их жизни, они способствовали таким тем, что они отходят от Бога. И знаете, первый вывод, который я хотел бы сделать, это то, что если мы сходим с пути Божьего, зачастую появляются проблемы на нашей пути. И обычно Бог дает нам эти проблемы. Знаете, зачастую, когда мы видим проблемы в нашей жизни, Бог дает нам возможность остановиться, Бог дает нам возможность подумать, переосмыслить, что-то взвесить, что-то, возможно, принять какое-то другое решение. Но трудности в нашей жизни, они не спроста. Тем более в жизни верующего человека, в жизни христианина, которое мы встречаем. В частности, мы сейчас видим из этой главы, что Гедеон и его народ, он приносил трудности не просто почему-то, но в частности из-за того, что они оставляют Бога. То есть первый вывод, который мы можем сделать, это тот, что трудности появляются в нашей жизни обычно из-за того, что мы оставляем Бога. Или Бог хочет как-то нас направить на путь, который угоден Ему. Но все зависит от нас. Сможем ли мы остановиться? Сможем ли мы услышать тот голос, который прозвучит к нам? Следующая мысль, которую я хотел бы вместе с вами акцентировать, это та фраза, которую сказал Бог, когда встретил Гедеона. Он сказал очень интересную фразу, он сказал 12 стих 6 главы. «И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою муж сильный». Представьте ситуацию, трудности, проблемы, народ прячется от своих врагов в ущелье, и Гедеон добывает как-то, хоть как-то добывает еду для своей семьи. И встречает его Бог или ангел, да, или человек, и говорит, что Бог с тобою муж сильный. Знаете, сегодня Бог ищет таких сильных мужей. И задается вопрос, почему сильный? Почему именно прозвучало такое обращение к Гедеону? В чем Бог увидел? Или, может быть, в чем он так акцентировал его? Чем он отделил его от всех этих? Почему именно Гедеон? Второй этот вывод, который я хотел бы отделить, что Бог ищет сильных людей. Бог ищет сильных мужей, которые готовы идти, которые готовы слушать глаз Божий. Следующий вывод, который бы я хотел сделать, это то, что муж сильный зачастую не всегда тот, кто у всех на виду, или не тот, который кажется очень важным. Подтверждение этому мы читаем дальше, когда Гедеон отвечает Господу. Он ему говорит, 15 стих. И Гедеон сказал, господин, как я спасу Израиля? Вот племя мое в колене Монасии нам самое бедное, и я в доме отца моего младший. Знаете, когда человек может видеть свое такое положение, может быть, по-настоящему смирение, которое мы видим в Гедеоне, он говорит, что я совсем не тот, как бы я не выгляжу так, как ты меня называешь. У нас проблемы. У меня есть такая проблема, которую я совсем не знаю, как решить, но Бог увидел в нем тот стержень, который он рассмотрел, и тот, который по-настоящему смог бы в дальнейшем выводить эти все правильные решения, которые были у него. Бог не зря его называет сильным мужем, потому что вера, которая оставалась в Гедеоне, она по-настоящему дала тот росток. И мы знаем, что отец Гедеона, он служил Ваалу, что они были идолопоклонниками, по сути, да? Но можно сделать такой вывод, что Гедеон, возможно, по-настоящему не принимал этого. Почему? Потому что Бог его как-то выделяет из всего этого. И даже в окружении такого идолопоклонства, в окружении всего этого народа, мы видим, что Бог как-то выделяет Гедеона и называет его мужем сильным. И видит его смирение, видит его правильное отношение ко всему тому, что у него было, вообще было, все, что у него было. Муж сильный не всегда занимает какую-то большую должность, или, может быть, не у всех он на виду. Возможно, это просто тот человек, который исполняет, который делает свое дело правильно, даже которое маленькое, но он досконально готов идти и делать то, что ему скажет Бог. И знаете, следующий факт или следующий вывод, который бы тоже очень, мне очень понравился, что Бог дает задание Гедеону, прежде чем дать какое-то большое задание, Бог дает ему маленькое задание, которое Гедеон вправе исполнить, но это будет немножко, как бы, трудновато, потому что ему придется начать со своей семьи что-то менять. 25 стих этой же 6 главы написано так. Книга Судей, 6 глава, 25 стих. Написано так. И он начал изменения со своей семьи. И знаете, интересно, я не буду читать дальше, мы можем проследить, очень интересная глава, мы можем проследить о том, что отец, по-видимому, имел какой-то очень важный статус в то время и именно в этой округе, потому что у него был этот идол, у него был этот жертвенник, у него было священное дерево. И знаете, когда люди увидели, что жертвенник разрушен, увидели, что место поклонения ваалу разрушено, священное дерево срублено, они узнают, кто этим занялся, они узнают, кто это сделал, они узнают, что это сделал Гедеон, они говорят, давай нам его, он достоин смерти, он должен умереть, он нашего Бога, как бы, обесчестил. Знаете, ну, отец отвечает, что не трогать его, ваал, если он Бог, пусть он сам вступится за него, пусть он сам сделает, если он Бог на самом деле, пусть он сам все сделает. И знаете, по-видимому, я так предполагаю, напрашивается такой вывод, что, как бы, возможно, этого и ждалось, это и ожидалось, знаете, когда нужно было что-то изменить. И интересно заметить о том, что Бог начинает служение Гедеона с его семьи. То есть, прежде чем идти на большую войну, Гедеон поправляет светильник, да, поправляет светильник своей семьи. Гедеон направляет светильник своей семьи к служению к Богу. И знаете, это большой такой был для меня урок о том, что прежде чем начать что-то, прежде чем говорить что-то, или, может быть, делать кому-то какое-то замечание, или, может быть, в себе рассуждать о ком-то или о чем-то, то я должен по-настоящему посмотреть на себя и начать все со своей семьи, то есть себя. Начать поправлять свою семью, начать поправлять свой светильник, начать поправлять упущенное время, которое по-настоящему есть. И это те малые выводы, которые мы сейчас с вами прошли, которые сделали, и по-настоящему их намного больше, но просто на эти четыре вывода я хотел бы обратить внимание. Первое – это если мы сходим с пути Божьего, зачастую в нашей жизни появляются проблемы. Вернее, проблемы в нашей жизни зачастую из-за того, что мы сходим с пути Божьего. То есть Бог нам дает возможность приостановиться, Бог дает нам возможность посмотреть, взвесить, подумать, расспросить. Второе – это Бог ищет сильных мужей. Бог по-настоящему. И сегодня мы видим, что даже в такое нелегкое время Бог ищет мужей, которые бы готовы были слушать голос Божий. Третье – это муж сильный не всегда занимает высокую или какую-то должность на виду. Ты можешь, как тебе кажется, быть каким-то совсем невесомым, но в глазах Бога ты очень достоин. И ты достоин нести то служение, которое Бог даст тебе. Только все, что нам нужно – это учиться слушать и учиться видеть то, что Бог хочет от нас. И четвертое – это прежде чем поручить какое-то великое задание, Бог дает задание каждому из нас – это начать изменения с нашей семьи, начать, может быть, молитвы, которых не было, может быть, обновить молитвы, которых не было давно, может быть, начать какое-то служение в семье, которое может быть благословением для других людей. То есть о чем можно молиться сегодня и о чем нужно молиться сегодня? Во-первых, чтобы Бог укреплял нас в тех трудностях, которые у нас есть или будут. А не будут это, говорят, сто процентов, потому что мы дети Божьи. Мы не дети от этого мира, мы дети Божьи, которые не живут по правилам этого мира. Бог укрепит нас в трудностях. Следующее, это Бог, чтобы дал нам правильное видение, по-настоящему видеть и слышать то, чего от нас хочет Бог. И третье, это дать сил быть верным в малом. Знаете, нам намного проще говорить, как нужно себя вести на каких-то больших проектах. Или там говорить, что нужно делать другим. Или вот намного проще видеть проблему в другом, в чем-то, но не в себе. Но когда я учусь видеть проблему в самом себе, это по-настоящему трудно. Итак, друзья, я хочу призывать вас к молитве. Призвать к вас в молитве и призвать каждого из нас, чтобы мы задумались на той ситуации, которая сегодня происходит у нас. И просто возвести наши взоры на небо. Вспомнить, что был тот человек, который даже в такое трудное время уповал на Бога. Все вокруг отвернулись, казалось бы, от Бога, но Бог его нашел. Бог его нашел, и Бог сказал, что он сильный муж. И Бог дал ему то задание, которое он в дальнейшем не провалил, он его исполнил. Но прежде он начал все со своей семьи. Друзья, пусть даст нам Бог мудрости, силы, крепости следовать за ним. И подобно Гедеону, знаете, проходить те трудности, которые были в его жизни. Пусть Бог прославится в наших сердцах, в нашем служении. Давайте помолимся. Аминь. Аминь.